Представьте себе, вам только-только исполнилось 21, вы мечтаете жить в большом мегаполисе, допустим это даже Нью-Йорк, и у вас широкие планы на жизнь, купить машину, жить в квартире в центре города и путешествовать по миру. А теперь представьте вот этих молодых ребят, которые отдали лучшие годы своей жизни работе, работе, которая им нравится и приносит удовольствие. Они 5 месяцев живут без света, газа и каких-либо комфортных условий. Вот подумайте, каждый день вы просыпаетесь в 6 утра на протяжении 150 дней и пасете свыше тысячи овец. День за днем вы не видите людей, вы полностью погружены в свои мысли, не слышите шума машин, и единственное, что вас связывает с цивилизацией, это знание, что она есть. Смогли бы так? Напишите об этом в комментариях, а теперь посмотрим, как с этим справляются герои этого выпуска. Ассаламу алейкум, горцы! Наконец-таки мы с вами снова увиделись, и это будет выпуск про удивительных людей. Мы сегодня покажем вам трех братьев, которые живут высоко в горах Чечни и пасут овец. И они находятся здесь на протяжении уже, подумайте только, пяти месяцев. И ни разу почти, за исключением одного дня, не были в городе. Это будет очень интересно, поэтому досмотрите этот выпуск до конца и не скупитесь на лайки и комментарии. Приятного просмотра! Но, чтобы добраться до наших героев, нам нужно еще и взойти на эту гору, где они живут. Что мы с Маратом сейчас, я очень надеюсь, успешно сделаем. Абсолютно дикая природа. Мы находимся в горах Зумсоя. Здесь очень много медведей. Но сегодня надеемся, что они нас не настигнут. И мы их тоже. Марат, начало твоего путешествия в Чечне. Я вот сейчас на вертушке тебя ждать буду. Халва Алаха! Вот здесь, кстати, заброшенный дом Марат. Давай посмотрим, что здесь есть. Определенно, когда-то здесь кто-то жил. Возможно, воспитывал свою семью. Но времена поменялись. И теперь здесь никого, дом разрушен. Примерно такая квартира, такой дом в Монако стоит. Проблизительная цена 8 миллионов. И это даже не рублей. Подъем длился около 3-4 часов. По пути мы увидели руины забытой жизни. И по всей горе были раскинуты вены родников. А прямо над нами гордо кружил вот этот красавец, который словно подчеркивал суровость этих краев. Мы пару раз сошли с тропы, сильно устали, но все же дошли до цели. Муаммуд, ас-саламу алейкум. Куда я шла уже? Куда? Как шла? Куда я шла уже? Куда? Тамбух. Ох, я тоже, они их наканет такие. Алхамдуллах. Все. Мы до конца таки добрались до этой базы. И мы сейчас покажем, чем они здесь занимаются. Хижины вон там сзади. И вот здесь стоит барашек. Молодец, и что, гудоватый был. И салат. Ооооо. А еще больше было, нравится? Вот это гости древней. О, меча ляется. И что, раз, забыли? Да. Если честно, скажу по секрету, меня никто так в горах не встречал. И, кстати говоря, это была моя очень давняя мечта, Мурат, попробовать свежее мясо ягненка. И Муаммуду я вчера позвонил, сказал, что я еду, и он подготовил вот такой сюрприз. Посмотрите. Аккуратно. Защитники зверей объявятся. Мурат, нам нельзя это снимать. Пока Муаммуд готовит для нас барашку, я сейчас покажу, что у них здесь есть. В первую очередь у них здесь стоит вот такая перекладина. Это очень удобное приспособление, чтобы вешать вот эту рукомойку. Вот здесь у них вот такой навес небольшой. Вот стоит лошадка Муаммуда личная. Отдыхает, привязана. Просто посмотрите на нее. Какой спокойный конь, приятный. Знаешь еще, что я заметил? А? Вот я видел некоторые такие базы. У них здесь очень чисто. Все ухожено, везде все расставлено. А вау, красота. Прямо порядок, порядок, порядок. Я даже в некоторых виллах такое не видел. Такой порядок. Очень все уютно. Все расставлено. Давайте, друзья, сейчас пойдем, посмотрим, что у них там внутри. Сделаем, так сказать, такой room-tour. Вот так. Все здесь выглядит. Так, как мы видим, две кровати. Вот одна, вот вторая. Это все их необходимые вещи. Спальные мешки. Коврики. Все у них здесь есть необходимое. И вот такая печь. Тепленькая еще даже. И здесь очень тепло, кстати говоря. И просто представьте, подумать только. Эти ребята живут здесь 4 месяца. 4 месяца они не видели цивилизации, ни света, ни газа. Молодые парни, которым 20, 22, 24 года, они живут высоко в горах 4 месяца и пасут здесь овец. Это просто нереально. Я просто не могу себе представить, чтобы обычный человек, который привык жить в комфорте, в городе, вот так пришел и жил здесь. Вот здесь у них оказывается хлеб, посмотрите. Им здесь сюда привозят на запас. Они здесь запасаются. Один раз в неделю для них приносят продукты. Муаммад, Дайяль, 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 Телефоны, Телефоны, Телефоны. Телефоны. Мы покажем душ. Вот это у нее душ. Вот здесь они купаются. Специальная вот такая подготовленная комната. Муаммад разделывает барашку. Мы рады делать домовение. Мне нужно быстренько собрать вот эту палатку, в которой мы будем ночевать. Поскольку в хижине всего лишь две кровати и то два человека спят, третий дежурит. Чтобы ночью не подходили дикие звери типа медведей или волков. Поэтому мы заранее взяли, знали палатку с собой. Мы будем сегодня спать в ней. Не прошло, наверное, десяти минут. Муаммад очень быстро разделал барашка. Мы сейчас идем за водой. Посмотрите, что они здесь соорудили. Вот специальное сито, чтобы большие вот эти насекомые там всякие травы не попадали внутрь. Вот здесь у них идет родник. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Друзья, я нашел самую красивую барашку В этом племени Он находится вот здесь Сейчас я Если удастся добраться до него Покажу вам Вот самый красивый барашек Через этого стада Сейчас Вот он, вот он, вот он Давайте его назовем Дадим ему имя Хабула Мечбога Слухи лабая Рахсисер Шичай нир я его Таа исталам табань Горан Тиядер Тааа Дай ехкенгур Дай ехкенгур Дай ехкенгур Ввиду, уже своей усталости У меня возник вопрос Шамиль, он шоккал, где же он Ein tendoshit Дубка буцкал, чоккал Выше философия Видите? Ёжи туш Ещё я сегодня понял Уражение Ёжи туш через тему в ходу в ходе трансгон убедится Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok За чаем Шамиль рассказал, что они делали эту работу со своим отцом с самого детства Теперь они повзрослели и делают все сами На вопрос, а не хотел бы ты работать в офисе за компьютером, прозвучало убедительное Нет, мне это нравится Здесь отдыхает моя душа Так, на вопрос, что Я интерес попадаю с Францией, а Хatto too, что К Я интересенassen Sieg В Франции, а Хütцke, Cutler и п admitern, что в Франции как пишется Здесь даже не будут Я искренне стану Я не смогу Я не смог να Я ищу What you like Дум не любит. Да. Дум не любит. Да. Потому что если ты любишь биры, то ты любишь. Да. Дум не любит. Да. Я не знаю, что ты любишь. Давай. Давай. Маши. Как ты любишь? Ты любишь? Да. Все, Шамиль, добрый вечер. Мы сняли, можно сказать, практически весь день. Попили чай и идем обратно с Маратом. Ой, с Маратом. Венеей, настолько острый. И сейчас, что нам нужно делать? Добраться до лагеря, пойти домой. Давай, можно больше. Друзья, мы попали овец и только что спустились. Мы видим здесь результат работы Муаммада. Часть у него осталась. Не знаю почему, его сейчас нет в лагере. И нам с Маратом сейчас необходимо спуститься уже, потому что скоро начнет темнеть. И нам нужно успеть это сделать. Поэтому попрощаемся с Муаммадом вот так. Муаммад, ассаламу алейкум. Муаммад, Шамиль, Шамиль, всем вам огромное спасибо. А мы с вами обращаемся и говорим до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Да, Малик. Ну все, мы наконец-таки добрались до машины и нам предстоит сейчас поехать домой. Если вам понравился этот выпуск, эти ребята, то обязательно напишите ваше мнение, что вы думаете насчет этого. Насчет того, чем они занимаются, как это делают и как вообще в принципе такое возможно. Для меня они действительно являются удивительными людьми и я реально поражен. Это было нереально сложно. Мы сегодня попасли овец и обратно спустились и полностью, можно сказать, изнемождены. И сейчас поедем домой. Кстати говоря, следующим летом, скорее всего, когда они уже придут сюда, обратно после зимы, возможно я приду сюда с людьми. Внизу я оставлю ссылку на свой сайт и вы там сможете зарегистрироваться и попасть сюда и попробовать каково это тоже. Все.